приветствую сегодня хочу сделать дополнение к своему основному ролику про выбор гитары ссылка в описании рекомендую посмотреть сегодняшнее видео конкретно будет для тех людей которые не могут определиться между выбором гитар и небольшое так сказать разъяснение комментария которая была под основным видео немножко его разберем итак если вы не можете выбрать между классической гитарой между акустической йоу провода запутались и электрогитары то давайте поймем во первых что когда мы покупаем электрогитару мы к ней должны покупать еще комбоусилитель и чтобы их соединить провод это дополнительные расходы и еще желательно немножко разбираться хотя бы что вы хотите взять и чего вы ожидаете обязательно тоже поиграйте перед тем как приобретать все это дело такую гитару с собой в поход не возьмешь естественно она не будет звучать потому что у нее нету никакого усиления как у акустической гитары или электро или классической у них нету корпуса резонатора поэтому они будут звучать тускло примерно так примерно так в сравнении с акустической гитарой я думаю разница есть да так вот если вы хотите ее брать с собой везде к друзьям по каким-то отдаленным от цивилизации местам где нет розетки то не она не совсем подойдет да но какой-то эффект вы можете произвести все равно что-то наиграть но это не так будет громко я вас не отговариваю ни в коем случае делать выбор должны только вы я говорю о том какие особенности имеет каждый инструмент электрогитаристы обязательно приобретайте инструменты если вам это нужно я описывал в своем основном ролике выбирать инструмент только лишь потому для чего вам нужен то есть если вам нравится играть музыку слушать музыку где играет электрогитара покупайте электрогитару в чем проблема то далее если вы то есть мы таким образом отсеяли сейчас электрогитару да но есть еще один такой момент почему классика допустим и акустика да я хочу их уже так сказать поднять и сказать что можно спокойно взять классическую гитару или акустическую гитару как самый первый инструмент то есть если вы не определились опять таки потому что на этих двух инструментах разница в струнах в конструкции но строй одинаковый струны в количестве тоже такие же то есть разницы нету в количестве струн поэтому репертуар который вы будете играть он будет абсолютно одинаковый да может быть на классике это будет не совсем так же звучать как на акустике особенно современный репертуар но тем не менее у классики есть какие-то особенности чаще всего на классической гитаре вы должны знать есть особенность такая что у нее гриф шире допустим для людей у кого рука крепкая здоровая такая да пальцы толстые то им будет намного проще играть на классической гитаре я это уже в своей практике замечал но справедливости ради есть и акустические гитары с такими же грифами но особенность в том что они реже являются такими и чаще всего они узковатые ближе к электрогитаре и порой как бы получается неряшливо играть на таких гитарах имейте это в виду когда выбираете инструмент кроме этого когда вы уже будете приобретать инструмент на них же уже будут стоять струны обычно ставить какое-то среднее значение у них есть такой показатель как толщина струны то есть калибр это объясняется еще этим обычно серединка является 10 для акустической гитары или среднее натяжение для классической гитары чаще всего я бы рекомендовал начинать с покупки дополнительного комплекта струн да допустим вы наигрались на одном комплекте замените на более мягкий дело в том что чаще всего на гитарах верхний порожек анкер да вообще вся гитара она не отстроена и первая позиция всегда намного сложнее зажимается и чтобы это было проще покупайте струны слабого калибра то есть тоненькие струны мягкие легкого натяжения девяточку как угодно объяснитесь продавцу чтобы проще было играть поначалу вас это спасет первые аккорды вы намного проще зажмете не будете пыжиться как бы можете потратить кучу нервов и времени а таким образом вы упростите себе задачу потом уже чтобы технику нарабатывать можно и покрупнее поставить калибр это уже ваше право ну вот я надеюсь что немножко дал объяснение для тех людей которые не могут определиться что им нужно если что опять таки пишите в комментариях попытаюсь довольно таки коротко вот таким же образом объяснить всю ситуацию теперь перейдем к комментариям в комментариях мне недавно написали что если включить голову то можно смело брать гитару даже с озона я хочу вам сказать что я ответил в комментариях и сейчас отвечу что обязательно да если у вас голова работает если вы знаете как выбирать инструмент то почему бы и не взять с озона если опять таки возможности невелики потому что если вы не обладаете пониманием как выбирать инструмент то столкнетесь как я уже говорил с такой гитарой которая невозможно будет при игре она начнет скручиваться как-нибудь начнет усыхать очень сильно ну ладно с усыханием ну просто какие-то моменты какие-то серьезные косяки они будут постепенно-постепенно выбираться наружу ну если ваши знания позволяют этого избежать я не против покупайте гитару с озона с вайлберрис не знаю есть ли они на сбермаркете посмотреть надо покупайте пожалуйста это ваша воля только смотрите внимательно перед тем как уйти есть же возможность посмотреть перед тем как забрать ее да то есть маркетплейсы этому позволяют пока что поэтому может быть и будут позволять ладно не суть главное что проверяйте а остальное уже это ваш выбор я на него как бы не собираюсь влиять я просто предостерегаю от лишних каких-то моментов допустим ко мне уже приходили ученики с гитарами с озона одна была хорошая честно скажу одна нет с вайлберриса была хорошая действительно единственное что проблема была по размеру неправильно подобрали но это не суть сейчас сама гитара хорошая была но был и второй вариант когда гитара была ужасная просто как сама склейка как и материалы как и все остальное в общем не рекомендую просто так взять гитару и убежать обязательно смотрите включайте голову берите с собой напарника музыканта и вам так будет намного проще потом кроме этого еще был разговор от того же человека о том что почему бы брать почему бы не брать гитары из массива то есть в чем проблема брать такие гитары напоминаю что из массива у нас как минимум берется верхняя дека да то есть из цельного куска дерева не из фанеры и тут можно тоже сказать что то есть он добавил опять-таки если знать элементарные правила ухода и хранения за инструментом и опять-таки да тоже соглашусь если вы это все знаете вкратце могу рассказать температура должна быть не меньше 40% в вашем помещении чтобы такая гитара находилась в комфортных условиях либо у вас должен быть кейс или кофр это жесткие такие чехлы для футляры такие для гитары которые обязательно должны быть герметичны то есть они насколько я понимаю должны быть уплотнительными резинками дополняться на краях где закрытие происходит таким образом чтобы внутри поддерживался климат если такого нету то кейс он только лишь предотвращает физическое воздействие от падений каких-то от ударов и только а вот кейсы которые герметичны они защищают от перепадов влаги температуры намного лучше чем обычный чехол и вот там можно иметь такую гитару которая из массива но все-таки за ней нужно будет все равно ухаживать и тут уже нужны увлажнители компактные бывают бывают специальные гелевые мешочки и прочее которое позволяет поддерживать эту влажность тогда да тогда берите гитару из массива в чем проблема я не вижу а вот если вы не знаете этих всех ситуаций тогда не берите если вы не хотите заморачиваться если вам не хочется покупать кейс или кофр они довольно-таки дорогие поэтому это надо все учитывать и только тогда брать если вы уже все знаете вы как были уже предупреждены почитайте информацию прежде чем брать инструмент тогда уже берите то что вам нужно это в целом все что я хотел сказать если появятся какие-то вопросы какие-то интересные вещи о которых хочется вам узнать пишите в комментариях буду рад вас видеть буду рад вам ответить всего хорошего теперь кому будет это полезное видео тому кто не может сделать выбор между классической гитарой акустической гитарой и электрогитарой давайте еще раз покажу значит классика у нас бляха так еще раз приветствую